СИТУАЦИЯ Поле поле датон! Ситуация вышла из под контроле! Я Лёша! Мы молодец Тыдыы! Странный! Меня придётся тебя вырезать из моего влога Понял, Паша? Шавау Значит, ладно. Теперь я расскажу всю правду про Агату и про Пашу Вот это Агата Я Агата Вот, да ты тоже тупой, на камеру что-нибудь лежал Это то, что Агата не доиграла на спектакле, а она продолжает здесь. Мы опять на чемоданах, и мы что, летим в Израиль? Я там ни разу в жизни не была. А еще я помазала лицо детским кремом, который, походу, пропал, и оно воняет какой-то рыбехой вообще. Мне вкусно пахнет? Бе! Бе! Ну и я говорю, бе! Что, поехали в аэропорт? Да! Сейчас я тебе покажу, как я лет. Методы воспитания Павла приучил. Что, будешь спорить отцом? Будешь спорить отцом? Ой, Паша, она напугалась. Не шучу. Нет, нет! Не будет больше? Нет! Ну, видишь? Ну, ты говоришь. Как всегда, на все игры до слез. Умеясь магическая сила. Папа, что ты сделаешь? Странные игры. Ну, что? Хочешь показать тебе конфеты? Сама купила? А у тебя деньги откуда? Папа дал? Угу. А ты папе спасибо сказала? Спасибо. Эй! Самолеты, самолеты. А вот развлечение у нас в мере давления. Итак, внимание. 95 на 68. Слушай, ты говоришь. Пульс 82. Да все супер, по-моему. Смотрите, как погнешь Россию. Уже была и турбулентность. Я уже пережила пару нервных срывов. Как Тимошу не разбудила? Я за что. Не ты-ты. Называется тетя. Он называется тетя? Тетя МНТМса. Опять Ваня. Он всегда с нами. Ух, съела приема. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, мама не любит летать. Опа! И мы в Израиле. Мы приземлились. Слава богу, мы живы. Хочу вас познакомить с моей подругой. Теперь мы с ней не разлеймо, да? Мия, классная тетка. У нее, конечно, проблема с внутренним миром, но так все хорошо. Сейчас Мию сфотографируем. Давай так прямо, молодец. Мия, так не надо делать. О нет, только волшебные поцелуи спасят папу. Паш, ты взял ключ? Хуючь, взял. Вот так мой муж со мной разговаривает. Израиль так себе, ну? Мы просто зажравшиеся твари. Мы имеем определенные проблемы в городке. Вообще у страны. Бонжур. Бонжур. Да, это Ютуб, Лео. Ютуб канал, если вы знаете. Я блогер. Нет Парис, но мы будем в Парис. Мон Мартр. Да, мы будем в городе. В моем доме, у меня есть Мон Мартр. На колене Мон Мартр. Нет! Я живу рядом с Труэфель. Это ужасно. Да? Да. Я знаю, что есть одна песня в Парисе. Сиди на своем доме, и закончили мою песню, матьфаку. Блядь. Паша, я не понял ни слова от тебя. Да? Но ты заметил, что я говорила по-французски. Да, блядь. Все такое пиздец. Оля. Нет, реально тебя поняли. Я поняла, у меня сказали, что он живет прямо напротив Мон Мартр. Почему все понимают тебя, меня нет? Кто будет купаться в джинсах? Паша, ты будешь купаться в джинсах ночью? Естественно, мы же в Израиле, здесь всем говня купаются. Мне придется тебя вырезать из моего влога. Да что там Дубай? Посмотрите, какой Израиль. Опа, да-ра-та-та-танц. И, опа, молодец. О, нифига себе. Друзья, ситуация вышла из-под контроля. Меня уволок какой-то тролль. Я не хотела идти в своих кедах по песку. Но чувствую, чувствую, что это последняя запись. У меня нет выбора. Я была рада быть рядом с вами в эти минуты. Ты хочешь купаться? Я вряд ли. Я залезу. Не то, что плавать, но я залезу. В общем, это все безумие с пухойного ночи. Камень креста. Ты сошел с ума. Он всех обливает водой. Только не я. Просто обрызгал водой людей. Вот наш продюсер. Говорит, всегда обеспечит бассейн, спортзал. Да, пожалуйста, спортзал. Бассейн сейчас наберем. Доброе утро, дорогие друзья. Такой у нас балкон. Пашка уже раскидал свои бенчики. Нарявший вид из отеля. Вот, пожалуйста. А что вы думаете? Белуха или нет? Три звезды. Это я еще кровать застелила, да? Так что, да, вот так. Не всегда мы живем. 5 плюс. С другой стороны у нас вот такой вот вид. Да, главное, что море есть. Да. Кстати, море красиво отсюда выглядит, да? И все было бы супер, если бы не... Ты просто бомба реально сидишь, ешь, и Евгений делает массаж. Мы зажрались и зазнались, это точно. У нас отец придумал интересную штуку. Мия, скажи, что это такое, да? Ладно. Давайте одеваться и пойдем купаться уже. На самом деле купались и играли с детьми. Просто я забыла камеру у бабы Юбы. Короче, мы едем в Ашдот на спектакль. Знаете, что я хочу сказать? Пофиг на то, что в отеле странный интерьер. Пофиг на то, что кормят странно. Самое главное, что море клевое. Вот, правда, мы полдня провели с детьми на море. И мне стало пофиг на все. Там море, я тебя делаю. Сама здесь? Тихо, море говорил. Ты море говорил. Морю говорил. Ты морю говорил. Твою любовь. На самом деле это... Мы доехали, да что-то! Всем привет! Ну что, настроились на работу? Здравствуйте. Ну что, надо гримироваться, собираться. Да, что-то так долго ехали. Слушай, прикольный городок. Ну да, здесь даже, видишь, это полив провели. Нет, ну пустыня была 20 лет назад. Ну я так смотрю, на пустынях неплохие города строят. Дубай, вот. Стричь или не стричь. Вот в чем вопрос. Вот это Агата. Я Агата. Да ты тоже тупой, на камеру, что ли, зажал? Солнышко, никого нет. Ты понимаешь, мы тогда тебя видим Агатому Циньецу, который ведет голос и другой художественный парадокс. Понимаешь? Они меня любят. Понял? Да, да, понял. Все, включай, сейчас другую штучку сделаем. Финал. Она шлюха. Да, ну гениальная. Ес! Понимаешь, Агата? Да, я поняла. От тебя зависит. Я все поняла, а вот Леша... Вы победили! Ветер в голове. Аааа, блин! Саша, сегодня юбилей, 55 лет в Амхате. Сильнее, как? Совсем. Мы отыграли спектакль «Ваш дотик». Хотела просто вам рассказать, что я расколола сегодня на сцене. Ржала, как конь. Не смогла доиграть сцену, потому что Леша Коряков в какой-то момент, когда откусываю пирожок, начинает перетворяться, что он отравился. И он, видимо, не доживал. И он взял так... И полностью обплевал меня пирожком. И я раскололась. После его вылетело откуда-то из гортани. По суткам прожевого-водого пирожка. Это налиплый я. В общем, мы не доиграли сцену. Все начали смеяться, еле-еле договорили текст. Но спасибо, Аж дот. У нас принимали очень тепло. Да, Паша? Да, спасибо, Аж дот. Ладно, что, мы поехали домой спать. Это мы морские обитатели. Ты танцуешь? Мы, как всегда, с утра с детками идем на море. Смотрите, как красиво. Как же красиво. Друзья, вы правильно все угадали. Опять это слово друзья. Мы лепим куличики. Можно много камней, чтобы все дно обложить. Как мне трогательно носят эти ведерки, я не могу. Так, атака, 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 атака. Я набрала воды. Еще. Еще, давай. Оп, у меня полная. Море это жизнь. Друзья, ознакомьтесь, это терминатор Алексей. Алеша терминатор, аниматор недорого. И стреляй! Тренируется перед спектаклем. Давай. Алешка, ты еще хуже, придурок, чем мы, как оказалось. О, 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 Тимоха, не угадал. Разные вариации. Ой, поприторяй. Стоять, устроите. Покончил жизнь в волнах. В каком мы городе? Нестанье. Смотри, я танец подготовила. Я просто спела, тебе понравилось, да? Давай, давай. Смотри. Оп! Оп, это еще немножко степ. Вот, ну как. Так, очень хорошо. Мне вообще талантливая, согласись? Конечно. И в спектакли я играю не потому, что я твоя жена, да? Да, 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 иди-ка. Ну ты что делаешь? Я решила померить Пашин парик. Так, может быть, мне надо ходить? Мне кажется, мне очень идет. Шалава. Ну так это же хорошо. В смысле хорошо? Ну, выглядит так. Как вы, как шалава? Да. Что-то несешь, блядь. Ну правда, ну красиво же. Где? Ну идиот. Да нет. Почему? Не ужасно. И снова это доброе утро. Лазурный берег. Я, конечно, хотела снять ворону, которая села на стол. Но ворона улетела, как только увидела, что я буду ее... А, вон она. Как-то так. Полицейские вертолеты тут летают. Как-то странно. Мы вчера ехали из театра. Знаете, что было? Десять полицейских машин. Мы встали вокруг дороги с автоматами. Мы просто... Офигеть. Очень страшно. Они еще иные. Смотри на этих вопросах. Привет. Медуза. 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 Охренеть. Я ни разу не видела медузу. Офигеть. Ты видел хоть раз медузу? Нет. Нет, вон медуза, смотри. Капец. Она мертвая, что ли? Нет. Я решила спасти медузу и поить ее саня. Ты моя зла. Да, это просто. Офигеть. Ухничка, девочка, добрая. Офигеть. Дорогие друзья, я наконец-то нашла этого идиота, который согласился поиграть со мной. Слава! Смотри, правила такие. Я придумала три задания тебе, ну по очереди один, 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 и ты. И ты придумаешь три любовь с другом, не мне. Давай так, давай тебе надо зайти в воду, вот до матраса, да? Да. Видишь, он матрас? Так. И выбежать оттуда с бешеными криками. Акула! Акула! Ко всем людям подбегать! Убегайте отсюда! Здесь акула, и продержаться надо минуту. Всем подбегать! Уходить из пляжа! Здесь акула! Вот такая вся. Здесь пляж. Ну вот всем, кому можешь подбежать. Нет, а вот. Ну хорошо, не акула, а медуза. Доволь людям выбегать. Ай! Ай! Медуза, давай! Медуза, давай! Медуза, давай! Медуза, аккуратно! А медуза, аккуратно! Медуза! Медуза! 58. Медуза, медуза. Медуза! Поляк! Агата, значит, берешь стульчик желтый, встаешь вот там, включаешь идиотскую музыку, начинаешь делать танец маленьких, у тебя тут зарядки. Всех максимально агитировать. Аниматор Аката. С вами сегодня снова аниматор Аката. И продолжаем, как всегда, из-защитки. И продолжаем, как всегда, из-защитки. 3. Джесси. Смотри, у тебя будет ровно одна минута, но за эту минуту ты должен уговорить 10 людей и сделать с тобой селфи. Леш, если не успеешь, то проиграй. Мы из Москвы три, четыре, два, пять, шесть. Сколько? Восемь. А, ну там я людей больше, ну-ка давай считать людей. Ну ладно, давай по людям считаем. Допустим, допустим. Он старался, он старался. Ну он молодец на самом деле, да. Максимально правдиво. Хорошо, ладно, давай. Привет. Привет. Фух. Ну вы такой мудр-совет дали просто подорвать своим поведением, мне сказала Рейси Ивановна. Ну, Леша, я хрен знает. 2-2, третье задание должно быть сложным. Тебе надо будет сейчас пойти в кафе, заказать себе кофе. Я сяду рядом на соседний столик. А, и когда ты спросишь расплатиться, да, ты скажешь, вы карты принимаете, и они скажут, да, принимаем, ты достанешь игральные карты и отдашь им. А, у меня нет игральных карты. Я тебя еще ждал. Ха-ха-ха. Леша! Давайте два, два сока. А есть персиковые? Апексинные давайте. Давайте два апексинга. Апексинные. Да, апексинные. Ну, сразу что, спасибо большое. Накладочка за накладочкой. Просто забрал, даже не посмотрел, что будет дальше. Карточка не прошла. Простите, пожалуйста, черт. У нас есть другая. Извините. Это пройдет? А? Это пройдет? А в смысле? Карты вы сказали принимаете? Нет. А, просто важно за принимание. Серьезно? Терминал только визу и мастер карты. Блин. Слушайте, а что делать? А мы просто в ваш доди уже так проходили. Проходило? Ну да. Видимо, у них терминалы просто есть. Да? Мы вообще завезли. А сколько это? У нас просто налички даже нет. А сколько стоит? 56 келесов? Каждый по 50? Каждый по 50? Ну мы же сказали, что карты принимаются. Да. Тут еще есть какие? А, то есть восьмерка, то есть в черве не получается. Блин. Сейчас. Те, что после нежи мы не принимаем пока что. Да? А что делать? Блин, слушайте, ну мы сегодня... Время. Все, блин, блин, быстро очень. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Очень круто это. Спасибо. 56 келесов. Все, блин. Нам официант попался с чувством юмора. Он скажет, что ниже, то знаю, я не принимаю. Да. Мы ждали, что вы скандали, точнее. Честно, я была секундой от разрыва смеха. Лежа приду, не знаю, ваш доте платил. А как же ваш доте ее прошла такая карта? А он сказал, у нас нет такого. Ну он камеру будет. Ну тебе повезло, просто, что такое. Попался. Да. С юмором. Ой, смешно. Ты должна взять телефон, пляжные принадлежности, лечь вплотную к какой-то паре и начать громко в течение двух минут ругаться по телефону. Такой хитрый, две минуты, ты бы сейчас 15 сказал. В течение минуты начать, прямо близко лечь к какой-то паре, ну войти, продолжая разговор. При этом употребляя максимальное количество дурацких слов, типа, не было ни гроша, да вдруг алтын. А он, короче, и появился. Русские поговорки. В общем, при этом ругаться там, не знаю. Потому что семь раз отрежь, а один раз отмеет. Наоборот. Не в своей санке не садись, потому что. Вот максимально ругаться русскими пословицами, поговорками, при этом очень натурально и достоверно. Чтобы люди вокруг шарахались. ФАААААААААААААААК Ну всё-всё! Иди-иди вперёд! Отставай от нас. Выточняй от тебя, отставай. Отставим. Ой! Этотерпеть вам! Терпеть вам! В 경우에는 порядок! Тебе лись ... cheři na месте! Слава Богу, что я не русский. Звук не писал в начале. Правда, хорошо, счастье лучше. Это тебе задание надо было какое-то. Мы заезжаем в Яфу, в Старый город. Такой ты красивый. Реально вообще. Вот я сейчас смотрю, у тебя волосики отрасли. Такой стал красивый. Даже рубашка сейчас лопнет от твоих мышц. Мы приехали на блошиный рынок. Меня больше поражает нервность Паши. Просто где-то. Ребята, небольшой лайфхак с Израилем. Лучше брать одну порцию на двоих, порция огромная. Мне очень пустая. Устал от работы. Я на своем же говре привел. Смотри, она реально летит. Слушай, у меня у бабушки когда-то висела вот такая вот фигня. А что вот это такое? Непонятно. Это не Маракаси, вообще-то, Паш. Маракаси, они же такие большие. Вот Маракаси, типа. Вот. Я хочу зайти посмотреть. Вообще тут много всего. Смотри. Такая штука, например. Реально, малюсичкин велосипедик. По-моему, это из Уржастика. Такой, чё она не будет? Мода, она такая. Суровая. Не идет ни хрена. Я похожа на крота, но буду носить. Твоя самая стена. Она настоящая? Это не хлебница? Или здесь швейная машинка? Печатная машина. А, печатная машина. Все-таки повезла от тебя красивая жена. Вот сейчас, смотри. Это же просто тоже из Ужастика. И у нее нет ботинка. Блин, смотри, у нее голова пробита, Паш. Давай, может, подарим соседям? Ми, возьмем и подарим соседям. Ключик, вешалка. Блин, вот тут самое интересное началось. Куча хлама, а ты? Ай, ладно. Русские. Вот здесь очень красиво. Посмотрите, это старая Яфа. Чем-то напоминает Баку старый, да? Да. Привет! Это даже круче. Дорогие, каждый раз себя ловлю. Люди! Как вам такое представление? Люди. Мы все еще в Израиле. Но сегодня у нас выходной, и мы собираемся поехать в Иерусалим. Я там не была. Агата сказала, что мне не подходит шляп. Я сказала, что она тебе мала. Ну, вы видели Пашину кепку, это туда же. Отношение к религии у каждого свое, естественно. Я могу сказать, что я в Бога верю. Наверное, просто в Бога. Не в какую-то отдельную религию, а именно в вопрос существования чего-то светлого и хорошего. Поэтому это круто, что мы поедем туда и посмотрим эти места. Наверное, каждый в своей жизни хотя бы раз на что-то нам побывать. Я знаю очень быстрый способ переместиться в Иерусалим. Смотрите. Кокус-кокус. О, туристы. Арка византийская. Золотых врат. Это Кефсиманский сад. О, красивые цветы какие. Класс. А это сад Оливковый, я так поняла, раньше. Здесь красиво. Класс. А кто это? Это голубь, смотри. Вот Лена меня уверяла. Смотри, вот он поближе подлетел. Очень красивый вам. Здесь, правда, очень красиво. Машка не верит. Не нравится ему экскурсия. Он говорит, что это все похоже на цирк. Я отчасти с тобой согласна. Мне кажется, когда из этого делают такое вот зарабатывание денег. Ну, это не преступление, это сугубо личная история каждого человека. Да, религия и вера, наверное, все-таки не должны быть на показ. Знаете, что мы сегодня как радостно провожают Раису Ивановну? Потому что мы сидим, ждем тут машину, если у нее уже минут 20, реально. Как вы думаете, кто первее доберется до стены плача? Раиса Ивановна на машине или мы пешком? Вот здесь пятый раз упал Христос и оперся на стенку. На самом деле выглядит очень как киношно, да, вот этот вот базар. Это храм Гроба Господня, это очень красиво. Голова заканчивается. В общем, мы приближаемся непосредственно к самой стене плача. Место, где ты, видимо, обязательно должен побыть, если ты не был в Израиле. Ну, в смысле, вы поняли, что я хотела сказать. Смотрите, как красиво. Вот такие руины я обожаю. Я чувствую, что в них есть история, камни молчат о чем-то. На, на. Очень смешно. Сиди, читай, ты между делом милосты не просишь. Я узнала, что, оказывается, правая сторона для женщин, а левая для мужчин. Вот она, стена. И вот все люди к ней прикасаются, молятся, и нельзя уходить со спиной. Если честно, странные ощущения я не ожидала. У меня тоже есть листочек от Мамы Любы. Я не буду класть желания, честно скажу. Вот, в общем-то, и все. Вот такая вот стена. Класс. И меня даже не выгнали. Паши в ушах будут жечь бумагу. Не бумагу. Это свинячи, которые сделаны из воска пчел. Чтобы дышал нос, короче, от гайморита и от всяких разных. Проверим, да, Паша? Прощай, котенок. Ай-я. Мия, смотри, сейчас папе зажгут свечу в ухе. Да? Как ты почистил. Хорошо зачем? Ого. Да ладно. Офигеть. Вот она, нетрадиционная медицина, да? А если вы задались вопросом, где мы, то вы не поверите, но мы в гостях у Пашиных родственников. Да, у него в Израиле есть родственники. Он скрывал этот факт долго. А это Эмилька. Дай пять. А еще Паша все еще жгут свечи в ушах. Мия, ты если что, сразу туши, хорошо? Если что, папу водой поливать, да? Если загорится голова. И Тимоша тоже на стреме сидит, я смотрю. Чем ближе огонь, тем больше, да? Мия, ты следишь там? Да. И что? Да. Не загорелась голова папы? Она должна до зеленой догорить, да? Ну, вот до серебряной. Ага, а это серебряная. Ну, мое зрение меня не подводит. Зеленая, серебряная. Нормально? Отлично вообще. Все? Да. Так. Ну-ка. И что? Взрываем. Ого. Он не чистил их вообще. Ого. Нифига себе. Серьезно? Пробка была в руки. Серьезно? Да. Смотри. Да ладно. Фигеть. Нифига себе. Может, это уже было в свечке засунуто? Не было. Понял, Паша? Что у тебя отсюда? Поворачивайся. Дай второе ухо. Давай второе ухо. Нифига себе. Ну да. Демоны вышли, называется. И что ощущение? Облегчение существует. Реально, да? Ну, теперь лучше слышишь меня. Ну, сейчас он уши прочистит, и мы ему наговорим. Просто бегать и орать, это очень весело. Паша, ты жив? Ты слышишь меня? Я вышла со второго уха. Что больше? Краб? Давай еще. Со второго уха вышел краб. Как ощущения? А, прикольно? Ну да, интересно. Это Марина. Марина, Паша, она двоюродная сестра. Да-да, у него есть двоюродная сестра, и она не одна. Есть еще Таня, она моет посуду. Это как раз тот самый момент, когда она снимает человека. И у Марины, кстати, если что, она делает офигенный массаж. Да-да, она нам с Пашей делала, она нам больше понравилась. Марина Штейн, запомните. Если вы в Израиле, и вам нужен массаж. Дорогие мои, мы находимся в аэропорту, потому что мы летим из Тель-Авива в Ларнабу. Я предлагаю по-быстрому переместиться туда. Я переместилась волшебным образом на Кипр. Мы где? Мы в Ларнаке. Мы прилетели в Ларнаку, приехали в Лимасол. Что я вам могу сказать? Смотрите, как круто. В общем, знаете, что я вам скажу? Здесь чисто, красиво, вкусно пахнет, и мне нравится. Если Пашка мне говорил, я не верила. Реально, баба просто без лифчика купается. Причем она с каким-то дедом. Он доволен. Эх, моя кобылка. Ох, сися, не бегает. Интересно, а в чем приколы? Купаться без лифчика. Сознается вопрос, а она вообще в трусах? Ой, я такая русалка. Сисянская. Ну что, я тоже пошла? Ты сейчас пойду. Да шутка, я бы так никогда не сделала. Ты знаешь, я смотрю, у нее такие трусы, в принципе, что как будто бы их и нет. Может, и хватит пялиться на голую телу? В смысле, она голая. Как прям, угодно, я ему пялиться. Ну как бы, так? Я сижу рядом, ты пялишься на голую телу. Я предлагаю пройти мимо и снять ее скрытой камерой. У меня во влоге были голые сиськи, хоть раз. Ну вот, у меня во влоге были голые сиськи. Дорогие друзья, я уговорила Ваню снять. У меня долго уговоривать не пришлось. Причем он сразу согласился. Надо так незаметно под полотенце спрячь. Угу, чего? Ваня, спасибо, точно снял? Надо было так еще. Итак. 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 А-а-а-а! Понял, что это там? Ситуация вышла из-под контроля. Я, Алёха! Я! Я! Молодец! Ты-ды-и-и! Странно. Мне придется тебя вырезать из моего влога. Понял, Таша? Что? Значит, ладно. Теперь я расскажу всю правду про Агату и про Пашу. Вот это Агата. Да, Агата. Да ты тоже такой, на камеру что-то бежал. Медуза! Я говорю, медуза! Али, не хуйчак! Это то, что Агата не доиграла на спектакле, а она продолжает здесь. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ